Пасхальная ночь Пасхальная ночь мы читаем Евангелие на Богослужение В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть И без Него ничто не начало быть, что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком И свет во тьме светит, и тьма его не объяла В начале было Слово, да, мы все это слышали В начале было Слово, и до конца, опять же, ну, Слово Люди, которые близки к литературе Те по-своему пытаются трактовать, что вот Слово Там у Гумилева пропылало Слово в небе Там, а цифра это что-то такое Да дело не в этом, а дело в совсем другом Дело в том, что это мы после грехопадения У нас Слово, мысль и дело это разные вещи Бог, Он всесовершенен Всесовершенен И у Бога мысль, Слово и дело это одно и то же Бог подумал так и стало так Бог сказал так и стало так Берем Библию, открываем первую главу Книга Бытия, первая глава, читаем И сказал Бог так и стало так То есть, Слово Божие это дело Божие Мысль Божие это дело Божие Мысль Божие это Слово Божие Слово Божие это дело Божие То есть, оно едино А мы, когда согрешили У нас произошло расслоение Мысль сама по себе Слово само по себе Дело само по себе То есть, между мыслью, словом и делом Есть расстояние И далеко не всегда Слово соответствует мысли Далеко не всегда Дело соответствует слову И мысли тоже И зачастую и дела наши нуждаются В каком-то труде В каких-то инструментах То есть мы несовершенны Мы думаем, что это вот так нормально Там, чтобы выкопать яму, надо взять лопату Чтобы взять лопату, надо сначала сделать лопату Бог сказал так и стало так Поэтому Слово, дело И мысль Божия Это одно и то же, это сам Бог Поэтому сказано, сначала был Бог Сначала было Слово Божие Дело Божие И Слово было Бог То есть мысль, Слово и дело Это не только свойство Божие Это и есть сам Бог Он сказал и стало И читаем дальше Все через него начало быть И без него ничто не начало быть То есть он творец всему Он создатель всему И без него ничто не может быть Это понятно И Бог есть источник жизни То есть он сотворил Но естественно Если Бог источник жизни То все, что Даже сотворенное Богом Но если оно не с Богом Как, например, бесы Или как, например, мы тоже не всегда с Богом То мы не жизнеспособные Ангелы с Богом И они имеют жизнь вечную Они вечно живущие Они бессмертные Поэтому все, что Бог создал Он есть источник жизни И все создано им И имеет силу жизни от него Имеет бессмертность от него В общем, питается его духовной, так сказать Энергией, духовной благодатью Ну и опять же Свет во тьме светит И тьма его не объят То есть Ну как взять Огромную темноту Зажечь там маленькую лампадочку Или там маленький фонарик Или маленький светодиодик Или спичку Неважно что И тьма вокруг исчезает И тьма ничего с этим Несчастным светодиодом Или со спичкой горячей Ничего сделать не может Не может его поглотить Точно так же Свет божества Силы дьявольские Силы зла Никогда Не одолеют И как бы они там не пытались А дьявол, кстати, любит Блифовать Пугать Угрожать Что он такой крутой Он все может Если мы испугались То мы таким образом Извинили Богу Мы не перестали верить Во всемогущество Божие Мы стали верить То, что дьявол оказывается Силы Кто? А кто? Он Тень Темнота То есть Не было бы света Не было бы и тени Так Свет в другом месте Зажги Тень исчезнет Если мы испугались Мы, получается, не верим В силу света Иначе мы не верим В силу Божию Ну, далее нам Говорится об Иоанне Предтече Был человек Послан от Бога Имя имя Иоанн Он пришел для свидетельства Чтобы свидетельствовать о свете Дабы все уверили через него Он не был свет Но был послан Чтобы свидетельствовать о свете Ну, я это пропущу Потому что это понятно И перед Рождеством Христом Мы об этом говорим Чтобы времени отнимать И опять вернусь К Господу Далее Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир Мире был и мир через него начал быть, и мир его не познал То есть, был свет истины опять Бог, Сын Божий, Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир Всякого Мире был, мир начал быть, и мир его не познал То есть, Бог пришел на землю, был с людьми, и люди, большинство его не познали, не сознавали, что он Бог Даже апостолы не могли до конца уверовать, осознать, что он Бог или Сын Божий И да, вроде как, и Петр в свое время сказал Но, с другой стороны, мы видим, когда Господа взяли, у всех какое-то разочарование Какое-то там, не знаю, какое состояние, но не буду говорить уныние, но какое-то смущение на всех напало Значит, они все-таки до конца не понимали А Фома, апостол, понял лишь тогда, когда Бог ему явился через закрытые двери И сказал, возьми палец свой, возьми и вложи в язву от гвоздей моих И вложи, возьми руку твою и вложи в ребра моя, и не будь неверен, но верен Вот только тогда апостол уверовали Фома в последнюю очередь Поэтому Бог и говорит о себе, что, да, его не познали А тем, которые приняли его, верующего имя, дал власть быть и чадами Божьи Которые уже ни от плоти, ни от крови, ни от похоти плоти, ни от хотей не может Но от Бога родились То есть, те, которые приняли Бога, родились духовно Не только физически, но и духовно Каким образом мы рождаемся в духовном? В первую очередь в крещении Мы все родились духовно Но это рождение мы опять пачкаем, мы опять его загажем Точно так же, как человек рождается физически Родился ребенок Он может заболеть Какую-то заразу подцепить Может взрослый, допустим, вырос Тоже, ему говорят, не греши Не блудел Пошел блудить Заразу подцепил Гнить начал заживо Не хочу такие Нехорошие диагнозы называть Начал гнить Так Точно так же Мы, родившись духовно через крещение от Бога Точно так же своими грехами Очень часто навлекаемся в духовные гниения Но опять же, Бог дал нам средства борьбы с этим гниением То есть, лекарства, лечения, исцеления В таинстве Исподи И в таинстве причастия Самое главное Быть чадами Божиими Мы регулярно с Богом соединяемся В причастии Мы чада Божие Я напомню еще и Ставицу Собору В котором тоже дается здоровье духовное Здоровье душевное Здоровье физическое Здоровье нервное Это здоровье мозги стоит на место Воля укрепляется Душевое умиротворение Успокоение И так далее Но Я сейчас говорю о причастии В крещении и в причастии Естественно, причаться только после Исподи В крещении и в причастии Мы становимся чадами Божиими То есть, мы обретаем Рождаемся духовно И становимся детьми Божиими Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok